Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули мои хомячки ко мне! Посидим, поедим, как говорится! У нас грейпфрут, азербайджанский хенькал, самый обычный. Просто он обычно готовится с бараниной или с говядиной. Но, к сожалению, сегодня у нас дома говядины и баранины не было, поэтому пришлось с куриным фаршем приготовить. Но тоже очень вкусно получается. Вкусно, не то слово. Немного пересолила, но я люблю, когда слишком много соли. Когда блюдо пресное, оно мне не дает такой кайф. Мама все ругает. Говорит, пора уже переходить на полезную еду. Приучить свой организм добавлять меньше соли. А мне невкусно. Я, например, иду к своему двоюродному брату. У них там все настолько пресное, что я всегда прошу добавить мне немного соли. Как ваши дела рассказывать? В общем, помните, в прошлом видео, во вчерашнем, я просила вас писать комментарии. Хотела просто поставить эксперимент. Действительно ли это настолько связано между собой? Как нам об этом говорят? То есть говорят, если на видео много комментариев, то следовательно видео выходит в топ, в рекомендации и набирает больше просмотров, чем обычно. Спасибо вам огромное. Вы меня поддержали. Все написали комментарии. Там, по-моему, около 3000 комментариев. И как вы думаете, это видео набрало так же, как и всегда. То есть никаких скачков не было. Следовательно, комментарии никак не влияют на продвижение видео. То есть это просто миф. Одно время у меня были закрытые комментарии. Я не могу сказать, что статистика упала. То есть... Я делаю вывод, что самое главное – это удержание аудитории. Мои видео плюс-минус набирают одинаково. Единственный такой момент, когда я выпускаю, например, 3 видео в день, они набирают намного меньше, чем, например, одно видео. Как бы, по идее, одно видео, как бы, там больше просмотров. Если я, как бы, вру, вы можете посмотреть. В моем инстаграме я прям аналитику вам выложила. Там есть средние показатели, обычные и нынешние. То есть видео набрало, ну, среднее число просмотров, так скажем. Иногда замечаю, там каналы миллион подписчиков. На каждом видео, там, не знаю, 20 тысяч просмотров. То есть канал неактивный. У меня стабильно 30 тысяч есть. Это вот так вот. Это просто очень круто. Сегодня мы должны были отвезти Твиксы к ветеринару. У него должна была быть сегодня операция. Но, к сожалению, погода, дождик был. Я позвонила ветеринару, отменила. И как только я отменила, все, дождик остановился. Вроде как все приготовила. Купила там сумочку ему. Сумочку я купила там же, где и ветеринар. Рядом с больницей есть. Не то, что рядом, даже в одном здании. Там вот мне понравилась сумочка, решила взять. Очень удобная. Так что сегодня это все дело отменилось. А завтра у меня у подруги уже ли день рождения. Я иду туда. Хотелось бы зачитать историю моей подписчицы. Пожалуйста, анонимная Айка. Хочу с тобой поделиться историей, которую бы ты рассказала в видео. Мой муж вообще не ревнует меня. Это проявляется во всем. У нас есть сосед, ужасный гопник. Постоянно ко мне пристает. И муж при этом ничего не делает. Просто я ей честно считаю, что ревность и просто так защищать свою девушку, это две разные вещи. Насчет ревности. Например, мой парень, он очень ревнивый. Ему вечно кажется, что кто-то хочет меня отбить у него. Вот у него вечная такая мысль. Ему вот так вот кажется. Но защищать тебя, это совершенно другое. Я лично всегда против того, чтобы мужчин сталкивать лбами. Я считаю, что женщина всегда может сама урегулировать конфликт. С любым человеком можно нормально поговорить. А скажите своему, например, мужчине. Он пойдет устроить скандал с ним. А возможно, это будет драка. Возможно, это будут какие-то жесткие разборки. Возможно, это дойдет, не дай бог, конечно. Да вообще до срока. Я всегда всю жизнь, имея брата своего, всегда решала вопросы со своими одноклассниками сама. Даже с мальчиками. Хотя мой брат учился в этой же школе. Я по идее могла его попросить, чтобы он вошел там разобрался и все дела. Но я просто думала, что, возможно, будет еще хуже. Зачем? Пойдет, подерется там. Еще что-то. И так у меня брат никогда не был на хорошем счету в школе. Его всегда пытались выпилить из школы. Вся школа его знала, как такого, знаете, хулигана. Безбашенного такого. Вот поэтому я как бы всегда старалась сама регулировать эти все конфликты. Находить общий язык со всеми. Вообще, мне кажется, посидеть, поговорить, найти общий язык девушки с мужчиной намного проще, чем девушки с девушкой. Даже вот элементарно в работе настолько легко работать с мужчинами. Я работала в женском коллективе где-то, наверное, полгода. И мне это хватило вот так вот просто. То есть по мне с мужчинами проще. Не можно объяснить ситуацию, поговорить, не приглашая своего парня. Потому что это драка, непонятно чем закончится. У нас есть очень дальний родственник. Ну как родственник, это просто одноклассник папы. Вот у него есть сын. То есть они не совсем родственники. Хотя, возможно, и родственники. Фиг знает, короче. Мой отец и отец этого парня, они учились вместе в деревне. В общем, его сын встречался с девушкой. Очень красивая такая девушка. Они были одноклассниками. И так получилось, что какой-то гопник или что-то приставал к его девушке. У них был выпускной. И они встречали рассвет. То есть я не знаю, вас так делают или нет. У нас, в общем, делают. То есть последний раз все одноклассники вместе встречают рассвет, напиваются и так далее. Я не поняла там, кто-то что-то сказал этой девушке. Она пошла, пожаловалась своему парню. Этот парень, естественно, как настоящий джентльмен, мужчина, решил за нее заступиться. И произошла драка. И вы не представляете, этот парень умер в этой драке. Молодой парень, красавец. Все были пьяные. Они не хотели целенаправленно убить его. Просто так получилось. Было это, наверное, лет 8 назад. Естественно, эти ребята, они сели в тюрьму. Не знаю там, на сколько лет их посадили, потому что мы не настолько тесно общаемся. Но по факту до сих пор родители парня винят во всем этом эту девушку. То есть не нужно сталкивать лбами, не нужно натравлять. Какой пацан был. Красавчик. Умер в день своего выпускного. в школе. У него столько планов на жизнь было. Он там, знаете, какие баллы набирал на вступительных экзаменах. У нас есть пробные вступительные экзамены. И, в общем, он ходил на них и набирал прям максимальные баллы. Это просто была надежда, вера, родителей. То есть в миг все их надежды умерли. У нас, типа, есть такая штука президентская стипендия. И все учителя говорили, что все, он получит президентскую стипендию. А там какая-то огромная стипендия. Точно не знаю, мне она никогда не светила, поэтому я даже не интересовалась. так как он максимальные баллы набирал, то есть говорили, что ему светит эта стипендия. И что из-за девушки вот так вот произошло. Естественно, девушка тоже не хотела всей этой ситуации. не знаю даже как сложилась судьба этой девушки. Я ее один раз всего видела в своей жизни. У них дома в гостях она приходила. Ну вот пацана уже нету. А всему виной алкоголь. Непонятное такое состояние. Он что-то лишнего сказал, тот этому что-то лишнее сказал. В результате вот такой вот конец ситуации. Так что если он не идет и не разбирается, это не значит, что он прям такой лох. Я считаю, что каждая девушка сама может урегулировать любой конфликт. И для этого не нужен какой-то мужчина третий, четвертый, который за тебя обязательно заступится. Элементарно даже среди подружек я замечаю, что некоторые девочки специально как бы дают повод, чтобы мужчина их ревновал, что типа он так будет ее больше любить. придумывают какие-то ситуации, что вот он так на меня посмотрел, он что-то намекал, просто хотят вывести на эмоции своих мужчин, почувствовать себя любимыми, но не думают о том, что ситуация может вообще повернуться не в ту сторону и потом всю жизнь еще жалеть о том, что ты виновата в том, что кого-то сейчас нету. Вот. Так что опять же выбор за вами, но я считаю, что если у вас спокойный, уравновешенный мужчина, это огромный плюс. А то, что он там не идет, не разбирается, в принципе, вы сами тоже можете спокойно урегулировать эту ситуацию. У меня однажды такое было. Мой одноклассник обзывал меня усатый, но у меня были усы в тот период. Я просто села с ним поговорила. Я ему сказала, что если я тебя буду вот так вот называть, тебе будет приятно. Почему ты при всех меня оскорбляешь? То есть тет-а-тет села, поговорила с ним, мы друг друга поняли и все. Я пошла на лазерную эпиляцию и убрала себе усы. Решили вопрос. Я когда работала в Канта-Хоме, у нас там была женщина, она работала у нас нянечкой, так скажем, уборщицей, проще говоря. И она говорила, вот моя невестка говорит, не может сама пойти на лазерную эпиляцию. а я говорю, почему? Она говорит, ой, ее достают. Постоянно подходят знакомиться, постоянно дают ей номера. Она уже задолбалась. В общественный транспорт не сесть. Поэтому она всегда со мной ездит. А мне просто один вопрос. Я ее видела, я бы не сказала, что она такая супер красотка. Обычная девчонка. то есть если девушка на мой взгляд не даст повод, никто к ней не подойдет. Ко мне лично никто не подходит на улице знакомиться. Может я страшная, я не знаю. В общем, мои хорошие, я наелась. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Пока.